Утро для многих началось с переполненного перона в ожидании поезда и скорого отдыха у берега Иссыкуля. Любителей проехаться на поезде оказалось очень много. Вся площадка была забита людьми до отказа, но особенно всем был интересен сам приезд состава. Дальше все в лучших традициях тарабык. Толпа людей, которые во что бы то ни стало, должны попасть в вагон первыми. В вагон я заходила с опаской, ожидая увидеть обшарпанные стены, антисанитарию, толпы тараканов и даже пришла в готовность ехать стоя. Но все оказалось не так страшно. Светлые вагоны, уютные скамейки и места всем хватило. В общем, обычный плацкарт, достаточно удобный и чистый. Правда, постели здесь не раздавали, но и без этого люди с комфортом устроились спать. Поезд тронулся в 6.40. Легкое покачивание и размеренный стук колес настраивают на размышления. Ну или сон. На протяжении всего пути раздражало только одно. Постоянные остановки. До рыбачьих было порядка 6-7. И каждый раз поезд пополнялся новыми пассажирами. Но опять же стоять никому не пришлось. Деревни, поля, горы, реки. Все это проплывало мимо нас и вызывало, если не восторг, то умиротворение точно. Уборная очень удивила. Не чистотой, а железным унитазом. Наверное, чтобы не украли. Кстати, и в кыргызстанских поездах оказывается очень много продавцов всякой всячины. Начиная от газет и игральных карт, заканчивая горячей кукурузой. Так что голодным никто не остался. Если говорить о духоте, то она дала о себе знать только после 10 утра. До этого утренняя прохлада, которая свободно врывалась из открытых окон, хорошо справлялась с обязанностями кондиционера. В 11.40 поезд прибыл до места назначения. И люди, кто на такси, кто на маршрутке, поехали на пляж к заслуженному отдыху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова